Контракт не подписан, контракт не подписали на бой. Я думаю, в ближайшее время мне его отправят, потому что мы уже готовим документы для визы, организация должна покупать билеты, но контракта нет до сих пор, поэтому бой держится на честном слове. Взять пояс в этой организации, во всех организациях, в которых бы я ни дрался, я доходил до пояса, но по стечению разных обстоятельств так и не получался у меня титульный бой. Я уже говорил об этом и в Fight Night, и в EA, и в ProFC. Везде у меня были чемпионские бои, потом соперники травмировались, что-то случалось. На стечении обстоятельств я выбывал с чемпионского боя, но вот сейчас уже еще, как оказывается, еще на стечении обстоятельств есть, но чемпионский бой все равно на кону, чемпионский пояс на кону, поэтому есть шанс забрать этот пояс. Удобно ли будет Усману подраться через короткое время после Рамадана, потому что я понимал, что, мало ли, бой может перенестись чуть позже, да, то есть это где май, потом июнь, июль. Поэтому я спросил, удобно ли им будет подраться в мае. Да, Усман сказал, что все их устраивает, эта сторона их устраивает, поэтому бой в силе. Владелец Дон Дэвис, да, его зовут ТФЛ, заявляет о том, что у них есть крупные инвесторы из Саудовской Аравии, и они готовы подписать Конора Макгрегора или Джона Джонса. Я думаю, кого ты собрался подписывать, если ты не можешь выполнить обязательства перед своими бойцами в ПФЛ. И к тому же я хочу сказать, что, зная бойцов, кто дрались в ПФЛ, им гонорары всегда платили меньше, чем им заплатили бы в Беллатор. И даже на тот момент у меня был аналогичный контракт с Файтмайтом. Я часто вот слышу от бойцов то, что ПФЛ недоплачивает. Но у них и политиков, у ПФЛ подписывать сбитых лёвчиков, давать им большие деньги и не платить своим бойцам. Вот они подписали Энтони Петтиса. Я вот, чтобы не соврать, не скажу, какую сумму они ему дали, но там было очень много денег. Они подписали Энтони Петтиса, который проиграл в бою парню, который вышел на замену с нашего зала, вот с Американ Топ Тим, Рауш Манфио. Он же его тогда побил Петтиса. И тогда он выиграл миллион в этом гран-при. И в целом у них оппозиция тоже в 70 килограмм. У них такая посредственная была. Я и Джей Макиза сабмитил за полторы минуты этого парня, финалиста. Мои источники сообщают, что Хабиб Нурмагомедов помогает Усманов в подготовке к предстоящему поединку. А как расцениваешь ты помощь Хабиба в этом непростом деле? И может быть у тебя там свои шпионы Джеймса Бонда и прочие тоже есть в лагере Нурмагомедовых? Я думаю, что это закономерно. Естественно, Хабиб помогает Усману, потому что он, первое, его родственник. Второе, они понимают, что, наверное, позиция в лице меня непростая. Всю карьеру его соперника. Они понимают, что это будет непростой бой. Вот. И я тоже осознаю, что у него в лагере тренируется Ислам Махачев на сегодняшний день. Лучший легковес нашего сегодняшнего времени. До этого Хабиб был лучшим легковесом. То есть у него два лучших легковеса в команде, которые вместе помогут ему в подготовке. Вот ввиду этих больших обстоятельств я понимаю, что это будет непростой бой. Потому что тактически они тоже будут строить план для того, чтобы меня обезвредить, мои лучшие стороны обезвредить и навязать свою манеру бой. Ну а скажем так, тебя это больше пугает или тебе это льстит, кто с такой ответственностью к тебе готовится? Меня это мотивирует еще больше тренироваться, еще скурпулезнее относиться к своей подготовке. Меня это мотивирует. Я понимаю, что с той стороны работает команда, работают профессора для того, чтобы меня обезвредить. Да, академики. А вот тебе помогал Арман Цуракян, ты рассказал, что там как-то моделировал Усмана Нурмагомедова. А помимо Армана, кто еще на это способен, кто это еще будет делать, кто это будет делать в США, допустим? Надо ли это делать в США, искать похожего стилистически соперника? В США не имеет смысла лететь, потому что акклиматизация заберет много сил и туда, и обратно, как бой во Франции. Она будет не к месту. Американ Топ Тим – хороший лагерь, когда ты дерешься в Штатах или когда ты приезжаешь туда со своими тренерами. На данный момент в Американ Топ Тим схожего спарринг-партнера у меня нет под Усмана. Привозить туда спарринг-партнера и, в принципе, тяжело найти такого спарринг-партнера, потому что Усман работает не так, как работают все борцы. Мы понимаем, что у него сильная сторона борьба, но борцы так не работают. Тебе сейчас необходим какой-то человек, который будет имитировать Усмана в отсутствие Армана Цуракена? Конечно. Я так и работаю. Кто способен так делать, кроме Цуракена? Я работаю сейчас со своими одноклубниками, с ребятами. Это Газимурат Магомедов. Он, правда, тяжелый парень. Он весит 90 килограмм. Он мастер спорта по вольной борьбе, чемпион мира по смешанным единоборствам, по любителям. Он начал выступать в смешанных единоборствах. Он тяжелый. В этом есть большой плюс, что он тяжелый. Мне с ним сложнее. Он почти на 10 килограмм тяжелее. 92 килограмма он весит. Есть Шамиль Гасанов, наш одноклубник. Он тоже грэпплер. Он больше грэпплера. Он хорошо сабмитит, хорошо забирает спину. Дерется сейчас в NFC. Мы модулируем с ними позиции, стойки. Вова Канунников помогает тоже с Ростова. Так что пока своими силами справляемся. Уже другая тема. Представь, что сейчас на экране с одной стороны появляется фотография Пейдж Ван Занц, с другой стороны Антонина Шевченко, и я тебя спрашиваю, сколько палок ты готов им кинуть? Я понял, к чему вопрос. Давай мастер-класс, как на этот вопрос надо отвечать. Честно, на этот вопрос вообще, мне кажется, нельзя было отвечать. Нельзя было отвечать. И уйти от этого вопроса, сказать, пожалуйста. Такие тупые вопросы не задавайте мне. Ну, я так понимаю, что Арман знает этого парня. Нормальный человек, здравомыслящий, такие вопросы не задаст. Я думаю, что просто человек деградирует, если он такие вопросы задает на общественность, зная, что об этом узнают у Армана, его земляки дома узнают. Это Армана пресс-конференция. Он пришел к Арману на пресс-конференцию, зная, что Арман на пресс-конференцию будет смотреть его аудитория, будут смотреть в России. Вот человек, который этот вопрос задал, я считаю, что у него очень грязный рот, и таких людей нельзя вообще подпускать к микрофону. Потому что он говорит, это была шутка. Ну, хорошо, представь, если пошутят над твоей сестрой, над твоей матерью, над твоей дочкой. Так она сама мать, и у нее непростая история, если ты знаешь. Кайла Харрисон, да. Да, Кайла Харрисон. У нее непростая жизненная история, как раз связанная с насилием, с детства тянется. И этот баран прям вот таким вопросом, не знаю, знал он об этом или не знал об этом. Ну, я не представляю, если бы. Так она тренируется с нами в зале, Кайла Харрисон. То есть мы с ней нормально общаемся. Она, честно говоря, у нее нормальные взгляды вообще в целом на жизнь. У нее дети, с ней в зал приходят. Она постоянно с детьми. Она приводит с собой в зал. С ней всегда в подготовке участвует ее первый тренер. Хотя он может ничего не подсказывать ей. Он уже взрослый под дзюдо. Он приходит, она ему отдает дань уважения. То есть она хороший компанийский член большой одной компании, как American Top Team. Она заслуживает уважения. Поэтому я не знаю. Но в России бы это так просто не оставили, я уверен. Если бы вот нашу такую одноклубницу, такую, как, допустим, была бы Кайла Харрисон, с которой мы общаемся и тренируемся, и ей был такой вопрос задать, ну, публично бы заставили бы извиниться, наверное. Хотя они могли, если бы Кайла Харрисон, если бы Кайла Харрисон, наверное, продолжила бы давить на эту тему, о том, что он задел ее чувства, оскорбил ее, она бы, наверное, могла бы его встереть в порошок, чисто юридически. За такой вопрос она бы могла его встереть в порошок. Но не знаю. Я думаю, просто Арман, наверное, тоже поговорил с ней и извинился, скорее всего. Насколько я слышал, Арман поговорил с ней после этого и сказал, что это там нелепый вопрос, был дурацкий. Есть такой момент, что некоторые ребята из Дагестана стесняются там помочь мне в подготовке, назовем так, стесняются, потому что их не поймут дома. Я это тоже понимаю. Я-то сам наполовину дагестанец и понимаю, как это работает в республике, как эта история работает. Даже независимо от того, что дагестанец и дагестанец, просто некоторым неудобно, потому что это Хабиба брат, Хабиб на сегодняшний день – это величина в российском ММА. Человек, который может диктовать правила в России, диктовать условия игры в ММА. Отец российского ММА, можно сказать, после Адулманапа. До этого был Федор, сейчас Хабиб. Поэтому я думаю, что многие не хотят его этим огорчать. Это я тоже понимаю. И не хочу ребят подставлять и говорить, кто будет мне помогать. Мало ли, может быть, их не поймут дома. А там реально могут что-то такое припомнить? То есть, условно говоря, кто-то тебе помог, и этому человеку сам Хабиб Нормугамедов делает прицепи. Ты что делаешь? Ты же будешь драться против моего брата. Нет, я сомневаюсь, что лично Хабиб кому-то скажет это. Но выводы по этому человеку будут сделаны. Я думаю, так. Ну, это нормально. Если бы человек приходил к нам в зал, тоже взять, допустим, любого бойца, и он побывал у нас в зале, в нашем клубе, а потом помогал бы кому-то готовиться против меня, мы бы тоже сделали выводы по этому человеку и не пускали бы его в зал. Плюс-минус там схожая история, но чуть другая. Я думаю, меня поймут. Вот Абдул-Манаб Нормугамедов и Хабиб Нормугамедов свое имя, я опять говорю, это, наверное, условно, сделали себе сами. Умар, Усман, они все-таки, так скажем, находятся в тени этих людей. И как ты читаешь, что фамилия Нормугамедов, лично вот на Усмана, она больше давит или она ему больше помогает? Ну, мы не можем не спорить с тем фактом, что она ему помогает. В чем она ему давит, я не знаю, но то, что она ему помогает, это факт. Ну, с этим тяжело спорить. Что касается Умара, Умара, я бы не сказал, что в UFC такая легкая дорожка, да, ему пока тяжело добраться до топовых соперников, как раз-таки из-за того, что все знают, что он Нормугамедов. Вот в его случае, наверное, больше давит. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Ну, у Усмана, наверное, больше плюсов, потому что Беллатор не умеет, не умел раньше делать звезд из бойцов. То есть они брали уже бойца из определенной команды, у которых есть уже определенный хайп, или подписывали тоже бойца, который в UFC, допустим, себя раскрутил, пришел. Редко, когда они выводили звезд. Вот Майкл Чендер, когда дрался в Беллатор, во всем мире о нем не знали, правильно? Мало кто о нем знал. Поэтому для Усмана, наверное, там больше плюсов в Беллатор. Не, наверное, а больше плюсов в Беллатор, имея такую фамилию, Давид, я не знаю, в чем он. Перед старшим братом, наверное, есть ответственность. Ну и в то же время эта ответственность помогла ему стать, наверное, чемпионом на сегодняшний день. Вот ты говоришь, условно говоря, Беллатор не умеет сделать звезды своих бойцов. Так вопрос, а зачем ты подписался в такую организацию? Я это понял, находясь там. Я это понял, я это осознал, находясь там. Посмотри плакат мой, когда они сделали участников Гран-при на пресс-конференции. Наши фотографии. Посмотри вот плакат. Можно было найти кого угодно, но не меня. Знаешь, как Кори Андерсон как раз рассказывал после подкаста у Джо Рогана. Я не рассказывал. Я думаю, некоторые люди читали эту историю, когда он говорит, Джо. Джо сказал, я не понимаю людей, которые дерутся в других организациях, мне UFC вообще, зачем они это делают. И Кори Андерсон потом написал в интервью, ответил. Джо говорит, даже когда ты меня позвал себе на подкаст, я был вынужден найти замену на работе, чтобы прийти к тебе на подкаст. И все бои, когда я дрался в UFC, я, говорит, не приблизился к шестизначной сумме. И помимо этого я еще работал на основной работе. Ну, говорит, когда меня подписали в Беллатор, я смог заниматься своим любимым делом и не работать. Поэтому как бы, конечно, все красиво не звучало, пояса, слава, UFC, но славой сыпь не будешь. Тебя быстро забывают. Полгода максимум, и появится новый человек, о котором будут помнить. Ну и самое главное, это еще и поступки, да, по которым нас судят. Поэтому вот такие люди, которые выходят и берут микрофон, их и запоминают вот такими баранами на всю жизнь. Поскольку у Армана представится важный поединок с Чарльзом Оливейрой, оцени, пожалуйста, насколько вот Арман к этому поединку готов. Хорошо готов. В American Top Team хорошо умеют подводить бойцов, вот именно спарринговочной сессией. Как раз за этим туда и надо лететь. Потому что многие бойцы думают, что сейчас летят в Америку и научатся там чему-то новому, чему-то необычному их тренера научат. Ничему там необычному не научат. Если бы у меня была возможность драться в России, организация Баллатура находилась бы в России, да, и я бы не летал бы в Америку, я бы здесь тренировался. Мне не нужно было летать. Я бы тренировался бы в Дагестане, как я и раньше делал. Я приезжал, где было море спарринг-партнеров. И сейчас есть, какие хочешь. В Чечню можно приехать, в Чечне тоже спарринг-партнеров. На одной базе Беркут. Сколько. Кого угодно. Хочешь борца, хочешь ударника, хочешь греппера. Кто хочешь. Разные тренера по боксу, по греппингу, по кикбоксингу. Воинная борьба. У нас вообще спорт на высшем уровне. В заключении совсем вот одну новость, которая сегодня прозвучала. Анонсировали бой Александра Волкова и Сергея Павловича. Александр хорошо контролирует дистанцию. Ногами бьет, типы бьет. Но Серега взрывной парень. Фаворита ты назвал, соответственно, Сергея Павловича. Да, у меня Серега фаворит. Я с Серегой практически земляк. Он с Ростовской области. Вместе тренируемся в Американ Тук Тим. Поэтому мы одноклубники. Я болею за него. Ну и, может быть, давай такой глупенький вопрос. Я недавно посмотрел «Полицейскую академию». Видел ли ты этот фильм? Конечно, это любимый фильм моего детства. С кем из героев «Полицейской академии» ты себя ассоциируешь? Я так не могу сказать. Я уже не помню. Я помню там... Я помню героев, которые были, но не помню, как их звали. Я отвечу так. Можно быть кем угодно, но главное не заходить в «Голубую устрицу». Я помню. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова